Добрый вечер, дорогие мои! Вы на канале Привет Ангелов! С вами Народный Батюшка. Мир и благословение вам от Пресвятой Троицы. Я записывал вам здесь ролик и вдруг неожиданно позвонили. Позвонили издалека, из Хабаровска, и мне показалось, что наш разговор с ней такой многозначительный оказался. И поэтому я его сейчас вам выложу сюда, поскольку в нем идет речь о том, что сейчас у нас происходит на Украине, речь о Крыме. И я уже ни одно предложение, ни один вопрос получал, как вы считаете, что и как там, в общем-то, будет. Ну и в этом звонке я ей ответил, как будет. Так что послушайте нашу беседу и, ну, в общем, слушайте беседу. Это графично. Но в Библии это две страницы на всю, как говорится, Библию. Подождите, отвечу. Алло. Здравствуйте, отец Михаил? Да. Алло. Да, да, да. Отец Михаил, я звоню вам с Хабаровска. Можно с вами поговорить. Я просто давно смотрю ваш канал. Вы как путеводная звезда сейчас для нас, верующих людей, которые уже вот в таком тяжелом положении сейчас. И я бы хотела с вами поговорить, посоветоваться. Можно отнять вас немножко времени? Ну, давай попробуем. Давайте поговорим. У меня вот такая обстановка сейчас очень тяжелая. То, что сейчас эта война, и у меня семья, дети, получается, из Хабаровска уехали в Севастополь. Вообще планировали там жить. Жить, купили там землю, начали строить дом. Вот. А сейчас вот с этой войной я сейчас очень сильно переживаю и не знаю, то ли мне их в Хабаровск обратно, чтобы они приехали, то ли сидеть там в Севастополе, ничего не бояться. Ну, я очень сильно переживаю. Вот с вашей программы смотрели и ездили к отцу Яники. Сестра приезжала, там у нее ребенок в ДЦП. И вот он говорил, что нужно жить на средней полосе России. Там в Крыму войска будут, не едьте туда. Ну, как-то вот думали, ну, может быть, мы-то не сейчас, в будущем будет война. Но как-то не думали, что она, вот эта война, случится прямо сейчас. Поехали все равно в Севастополь. Нравилось, хотелось туда. Мы всю жизнь прожили в Хабаровске, где холодно, можно сказать, голодно. Поехали туда, все понравилось, хорошо, жили там вот уже два-три года. И вот сейчас вот там у меня дети, все малолетнего возраста, сестра с ребенком с ДЦП. И прям не знаю, прям что делать. Поэтому звоню вам с вами переговорить. Ну, от меня что требуется? Что бы вы мне сказали, посоветовали, как вот увозить их сейчас с Севастополя? Или ничего там не произойдет, чтобы они там жили? Ну, как я считаю, это я считаю. Я не Господь Гос, Бог, и я, конечно, этого не решаю. Все будет как-то, может быть, и по-другому. Но я считаю, что ничего не будет в Крыму, и никуда увозить не надо, и ничего, пусть все строится, живут и живут спокойно. Крым, грубо говоря, защищен так, что не каждый город, уж Хабаровск точно так не защищен, как Крым. Поэтому с Крымом сделать ничего, на мой взгляд, невозможно. Даже если попытается, но и некому пытаться, то, что у них существует как оружие, оно никак не достигает и не может достигнуть Крыма. Войск у них пойти на Крым уж точно никогда не хватит, ни под каким, как говорится, ни в каких вариантах. Так что живи спокойно, пусть живут, строятся и все остальное делают. Вот так и сделаю тогда, потому что я долго колебалась. Нет, это мое личное такое мнение, я не хочу быть, как иногда говорят, вот, батюшка, благословит. Да, 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 я понимаю, я все понимаю. Потому что мы-то полагаем, а Бог располагает, как говорится, но у меня есть прямо люди, живущие в Севастополе, всю жизнь там живущие, друзей у меня там много. И когда я с ними разговариваю, как они ощущают себя в Севастополе, они знают, что такое Севастополь и как он защищен. И они живут совершенно спокойно, в гости зовут и все остальное. Так что не знаю, как у вас там нагнетается в Хабаровске все это. Наверное, много... А в Хабаровске, да, в Хабаровске тоже тяжело, и тут очень жизнь как-то сурова. И сейчас мобилизацией этой занимаются. Ну, правда, у нас такое положение тут, не знаю, кому как, но очень тяжелое и все дорогое. И тут еще вот это с этой войной, сейчас женщины говорят, мужиков всех увезут, останемся, мы тут китайцам. Проснемся, и мы будем уже в другой стране с детьми, у китайцев. Да не нужны вы китайцам ни под каким соусом. Так как вы живете, и как мы, россияне, живем, китайцы жить не хотят. А когда некому работать на этих территориях, то на эти территории китайцы и не ездят. Ты сама знаешь, что они приезжают так, чтобы было много рабочих. Тогда у них появляется бизнес. А мужиков увезут, зачем им туда ехать? Нет, нет, мой хороший, все будет хорошо. Я думаю, что достаточно быстро все будет хорошо. И поэтому... Ну, я тоже думаю, к Новому году должны закончить это все. Ну, дай бог. Мне кажется, что раньше закончится, но пусть к Новому году уже тоже хорошо. Так что живите. Да, Хабаровск-то что-то признан худшим городом по проживанию в России. Я тут статистику видел. Как это так? Вроде город, я был в Хабаровске, вроде город такой светлый, хороший, с этим комсомольцем на берегу. И вдруг у вас там тяжело жить стало. Интересно. Ну, вот в Хабаровске, да у нас тут очень дорогие продукты, сама жизнь тут очень дорогая. Климат у нас суровый, вода у нас плохая, то, что вот там мор весь такой. Да когда-то тут и рыбы было много, сейчас уже и рыбы этой нету. Не знаю, у нас тут вот так вот много поуезжало, очень много в Краснодар поуезжали люди, где тепло. Ну, а вот устало. Город-то хороший, Севастополь хороший город, они выбрали хороший город. Прямо там внутри или где-то на крае ничего строятся они? Нет, нет, они в самом городе, это вот район Фиолента, где все туда на море, там пляжи, вот эти яшмовые. Да, 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 я был на этой Фиоленте. Ну, она чуть-чуть за городом, конечно, но отличное место. Да. Место хорошее. Да, 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 вот они. Ну, так что поздравляю, что у тебя такие дети активные и молодцы, место хорошее выбрали. Ну, ладно, вот так все, мой хороший. Спасибо, Господи. Да, да, помоги, Господи. Спасибо, Господи. Все будет хорошо. Все. Дай Бог, дай Бог. Приятно было очень услышать вас. Ну, ясно. У вас уж поздно, наверное, да ты ночью звонишь, получается. Да, у нас уже 12, но я звоню, чтобы, думала, чтобы там у вас же сейчас, наверное, часов 6. Ну, да, вечер у нас. 5 часов полпятого. Понятно. Ну, все, все, лучше стало. Как ты? Лучше, легче стало. Легче стало на душе. Жадно. До встречи в Крыму. Все. Здоровья тебе, мой хороший. До встречи. Когда же сидел он на горе Илеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих прельстят». Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Ну вот такая беседа. Ты уж меня и извини, что я выложил эту беседу сюда на экран. Ну, я думаю, что она всем полезна послушать. Так что все хорошо, дорогие мои. Все хорошо. Аминь.